На международной выставке в форуме «Россия» на ВДНХ в Москве прошел День Тверской области. В зоне культурных проектов прошла торжественная церемония открытия Дня региона. Делегацию Верхневолжья возглавил губернатор Игорь Руденя. В мероприятиях приняли участие сенатор России, депутаты Госдумы, председатель ЗАГС Собрания, митрополит Тверской и Кашинский, представители региональных ведомств и министерств, муниципальных образований, предприятий, общественных организаций, творческие коллективы гостей и жители региона. Чем гордится Тверская область, рассказывает Ирина Синягина с места событий. Как только попадаешь в экспозиционное пространство ВДНХ, первым, что встречается у каждого на пути, это же, конечно, стенд Тверской области. Вторник, 26 декабря, День Верхневолжья на международном форуме выставки «Россия». Здесь сегодня рассказывают об экономическом, туристическом потенциале нашего региона, а также о достижениях в разных отраслях. В центре экспозиции Тверского региона расположена кабина машиниста современного скоростного электропоезда «Иволга», производства Тверского вагоностроительного завода. Как отметил губернатор Игорь Руденя, это символ трудовых и производственных традиций Тверского региона. Его вклад в технологический суверенитет страны. Наше предприятие в этом году отпраздновало 125-летний юбилей. Сейчас в номенклатуре выпускаемой продукции более 60 моделей. Это широкая разнообразная линейка одноэтажных и двухэтажных вагонов, вагонов спецназначения, а также современных электропоездов платформы «Иволга». Мы гордимся тем, что мы выпускаем такую современную технику для людей. Мы ориентированы на то, чтобы поездки становились комфортнее и наша продукция становилась всё качественнее и качественнее. Гости стенда смогли почувствовать себя вагоностроителями, пройдя все этапы сборки электропоезда в интерактивной игре «Собери Иволгу». Но и это не всё. Каждый желающий смог попробовать себя в роли машиниста электропоезда и отправиться в путешествие по всей России. Я не умею водить автомобиль. Здесь, вот сейчас, у меня появилась возможность вести, управлять электропоездом. Каждый? Вы знаете, такое определённое какое-то волнение. Сегодня путь от столицы до Твери по железной дороге составляет не более полутора часов. Благодаря удобному расположению между Москвой и Петербургом Тверской край становится всё более привлекательным туристическим центром. Мы сегодня очень высоко оцениваем интерес к нашей области. Подтверждением тому является 3 миллиона человек, туристов, которые за текущий год побывали в нашей области. Уверен, что сегодня после знакомства с нашими достижениями, после концертов, творческих коллективов, дегустаций вкуснейших блюд нашего региона, гости обязательно полюбят нашу Тверскую область. Наши Верхневолжья были, есть и останутся историческим центром и душой нашей России. В Тверской области расположено 14 исторических городов, которые по-своему уникальны и интересны. В Верхневолжье насчитывается самое большое среди регионов Центральной России количество памятников истории и культуры – более 10 тысяч. В следующем году, 950-летие, отметят старейший город региона – Торопец. Эта дата по решению главы государства получила федеральный статус. Игорь Удэни пригласил гостей открытие Дня Тверской области на праздничные события, которые пройдут в регионе летом следующего года. С нашей территории вышел 21 админал российского флота. Хотя мы как бы не морская держава, а озерная, у нас 250 озер на территории. Гордимся тем, что у нас венчался Александр Невский. Как раз сейчас будет установлен памятник Александру Невскому на территории. Будет установлен памятник святителю Тихону, а это родина его родителей, где рос маленький святитель Тихон. У нас родина Мусоргского. Символом качественного отдыха в Тверской области стал комплекс «Завидово», где завершается реализация масштабного проекта «Волжское море». Уже в следующем году в «Завидово» будет открыт самый современный в России речной порт и вокзал. Начнется строительство железнодорожной ветки от Октябрьской железной дороги. Здесь работает и расширяется круглогодичный центр семейного отдыха мирового уровня. Перед началом церемонии гостям Дня Тверской области был представлен фильм о Тверском крае, его знаменитых уроженцах, о людях, которые своими достижениями и открытиями прославили регион. Я считаю, что губернатор сделал очень большую работу. И весь творческий коллектив, который вместе работает, я думаю, кто слышал, был, мы почувствовали. Так что у нас впереди хорошая помощь. Выставка работает. Она еще работает как духовная. Вот спасибо за это. Почетным гостем церемонии стал российский космонавт-испытатель Сергей Корсаков, который долгое время проживал в городе Кимры Тверской области и окончил там гимназию номер два. Тверской регион для меня это место, где я провел свое детство и юность. И образование, и воспитание, и, наверное, тягу и стремление к открытию новых горизонтов, новых звезд, галактик. И оттуда начался мой путь. На всему этому я благодарен, конечно, Тверской области, своему городу Кимры, где я получил вот этот первый импульс для движения в космос. Космонавт передал губернатору флаг Тверской области, который еще недавно побывал на борту Международной космической станции. На ВДНХ предприятия региона представляли ведущие гастрономические бренды и продукцию Верхневожья. Для гостей была подготовлена и большая культурная программа, о которой мы обязательно расскажем в следующих выпусках новостей.